Сегодня, когда для православных христиан наступил сочельник, есть прекрасный повод поговорить о том, с какими чувствами мы его встречаем, что у нас на душе, поделиться с близкими своими сокровенными мыслями. Жизнь нынче, надо сказать, совсем непростая, а так уж повелось, что в непростые времена люди обращаются к Богу, ищут защиты и спасения. У меня в гостях протеерей Виталий Шинкарь, клирик Свято-Георгиевской церкви Кишинева, и с ним мы будем говорить, если хотите, о вечном. И будем поздравлять, конечно, с Рождеством. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот люди говорят, что жить стало сложно, трудно, да. Да. Некоторые прям говорят, что прям невыносимо, потому что очень много проблем свалилось на плечи. А как вот вообще должны православные христиане встречать вот эти трудности? Собственно говоря, мир наш построен общностями от самых малых – семьи. Потом соседи, дом, улица, город. И мы живем внутри этой общности. Мы ничем не отличаемся от жителей греческих городов, которые первые придумали ту историю, что должен быть театр, где будет сатира, где мы будем вместе понимать политику нашей жизни, и будет драма, где мы будем приносить в жертву этого самого козла за грехи свои, за грехи своего народа. Поэтому христианин живет и перед Богом, и перед миром. Когда родился Христос, ему подарили три дара. Вот волхвы пришли, подарили ему золото, как царю, лавану, как священнику, и смирну, как смертному, потому что смирной тело мертвых обмазывалось, вот когда они уходили из жизни. И посмотрите, как во Христе вот эти все три дара живут – царство, человечество и священство. И вот для христианина, собственно говоря, история именно такова. Я от Бога, я царь, не по природе своей, а по благословению его. Вот он хочет, чтобы я был царем, то есть я должен в этом мире господствовать, переделывать этот мир, превращая его в царствие Божие, а не во что-то там более чудовищное. Как священник я, как мужчина, как христианин, отвечаю за правду в своем доме. Я не только должен быть сведен до уровня кошелька, вот как мужчина, но и как уровень правды, чести, правды такой человеческой. Ну и, конечно же, как человек я отвечаю за тот мир, который мне от Бога дан. И вот как христианское мое отношение ко всему происходящему не может быть нейтральным. Я не труп, я не толерантное существо. Толерантен тот, кто умер. Я в сердце своем имею чувство, желание, предположение. Я хочу от этого мира, чтобы он выглядел вот так, как хочет мое сердце. Я сражаюсь за это. Я не пассивен. И, соответственно, в политической жизни христианин тоже ответственен перед Богом за этот мир, который нам дан. Вот это очень смешанные чувства. И поэтому боли, тяготы христианина, они сводятся не только к тому, что вот подорожало все, и что действительно мы понимаем смысл этих безумных подорожаний. Каждый по-разному. Один сваливает на войну, другой наоборот. Говорит, что дело не в войне, а дело как раз в желании в эту войну войти. Вот это наше рассуждение внутри своего сердца, которое мы ведем. Но в то же время я пытаюсь болеть за этот мир, теряющий Бога. В этом, наверное, мое страдание будет больше, чем страдание той квитанции за газ. Хотя, конечно, по-человечески я возмущаться буду этой газовой несправедливостью, электрической квитанции, может быть, и больше. А разве когда вот такие тяжелые времена, люди не больше стремятся к Богу? Не больше, вот по своим прихожанам, как вы видите, вы не больше людей стали, например, крестители, вот они стали посещать больше церковь? Наш храм не будет в этом смысле высоким показателем, потому что мы храм, куда ходят все русскоязычные жители Кишинева. Мы можем по нашему храму четко судить о том, что остается от русского мира здесь, то есть насколько он шире, глубже, меньше, тоньше. Но вот прихожан у нас всегда достаточно много. То есть поэтому мы даже делаем несколько служб в воскресный день, чтобы как-то людей, начиная еще с пандемии, немножечко разделить, чтобы было посвободнее дышать во время богослужения. Но, конечно же, боль времен, она человека к Богу толкает. Не зря все эти поговорки, «пога огром не грянет», «забитого двух небитых дают» — это все известные правила, которые человека пододвигают. Но в каком-то смысле это ненадежный критерий веры. То есть если только боль — критерий моей веры, то тогда, соответственно, мы получаем сытый мир, что мы, собственно говоря, отчасти видим. Вот западный мир, где церкви пустуют, где все благополучно и хорошо. То есть у них вот, как у британского ребенка, который до 14 лет молчал, и в конце концов все-таки клал «мама, суд пересолен». А что ж ты молчал в 14 лет? Говорит, претензий не было. То есть вот, может быть, боль рождает эту претензию, но все-таки хочется верить, что критерий веры лежит в желании моего сердца посмотреть на само себя. Кто же я все-таки перед Богом? Кто я? Но, конечно, вы правы. Боль что-то с людьми делает. Для тех, кто, наверное, слаб духом, они именно тогда приходят в такие моменты к Богу. Но у каждого из нас, конечно, своя дорога. Знаете, вот Молдова всегда была среди тех стран, в которых церковь играет большую роль. Вот как бы вы ни складывались вокруг обстоятельства, какова ни была бы жизнь, но вот в Молдове всегда было такое вот отношение уважительное к церкви. Я настаиваю на такой формулировке. Вот у нас светское государство, конечно, церковь отделена от государства. Но вот сейчас, с течением времени, как бы вы охарактеризовали вот эту роль, которую играет церковь? Бесспорно, что церковь законодательно отделена от государства. Это нелепый закон, дурацкий. Он происходит из каких-то французских корней. Я не знаю, что он означает. Скорее всего, он означает, что мы не участвуем в управлении государства. То есть мы не участвуем там законодательно или там в какой-нибудь там политической жизни. Но христиане остаются участниками всей нашей жизни, включая там президентуру, парламент и заканчивая какими-то оставшимися еще в селах людьми. То есть христианин не может быть христианином в определенные моменты жизни. Что я там, приходя в парламент, у них есть какая-то вешалочка, куда они крестик вешают, видимо, и перестают быть христианами. Я не знаю, как это у них происходит. Но это не может быть. Не может христианин принимать там нехристианские законы, если он депутат. Не может христианин вести себя не по-христиански, если он там начальник ЖЭКа, или как сейчас это называется. То есть в этом и есть сражение церкви. Мы сражаемся за душу человека, чтобы попытаться объяснить ей, дать ей силы жить цельно. Вот в любой части своей жизни. Когда ты дома, на работе. И когда ты там начальник, и большой начальник. Здесь же мы должны вот что сказать, что церковь действительно пользуется уважением людей, потому что человек при всем своем сложном опыте жизни, при всей своей критике, которую они видят в этих толстых попах, на дорогих машинах, там придуманные формы любые и прочие трети, человек всегда понимает, что как бы вот есть над моей душой что-то, что подвесило меня в этой жизни. И что вот это только то самое главное, что, собственно говоря, и решает всю мою судьбу. И, конечно же, конечно же, это объект разговора и с властью в том числе. Ведь мы живем в мире политическом. И плох бы был тот политик, который не испытывал бы в обществе любые механизмы коммуникации с этим обществом, давление на это общество. Это, даже если это самый паршивый политик, он обязан так действовать. И, конечно, мы являемся частью игры, как церковь, именно как организация. Именно организация, пользующаясь доверием людей. Через нас можно вряд ли выиграть выборы. Но понятно, что церковь может быть проводником различных идей. И мы видим, как во многих странах церковь в угоду власти становится, ну, скажем так, политическим рупором. Можно, вот как бы взаимодействуя с церковью, посредством разных преференций, подачек, и разных, так сказать, прочих там заманушек заставить определенных, там, самых высоких, там, каких-то церковных проповедников уйти вот в зону, как бы, где ты проповедуешь уже не Христа, а где твоя идея становится идеей национальной. Давайте построим национальную церковь. Давайте там построим что-нибудь, связанное с языком. То есть, кому что нужно, кому как нужно. Давайте поддержим военную операцию, давайте не поддержим операцию. То есть, как бы, эта игра будет бесконечна. Мы в ней бесспорно участники. И тут дело совести каждого священника. И, конечно, каждого христианина, как себя повести в этой ситуации. Вот вы сказали, что вот христианами являются люди все время, да, вот как политики там, вешают ли они свой крестик. Может быть, проблема в том, что так люди по-разному воспринимают сегодня христианство? Конечно, мы бесспорно, мы каждый отражаем то христианство, которое в нас сложилось. И здесь можно выражать словами, там, британская церковь, у них есть high church и low church, да, высокая и низкая. Бесспорно, что есть простое понятие, там, человека труда, который видит в Боге источника своей жизни, своей удачи, который благословит этот год, даст урожай, там, даст заработать и так далее. Есть следующее, более старшее понятие, когда ты понимаешь, что Бог — это не дом быта, где ты бросил денежку, получил результат. Есть еще более зрелое понятие, когда ты задумаешься, а что ж такое вера, в конце концов? Что это такое? То есть есть еще и еще и еще. То есть поэтому и Господь в Евангелии говорил притчами, вот этот уровень сказки, да, где каждый черпает то, что хватает на моем уровне жизни. Каждый — то христианство, которое у него в голове. И мы, как церковь, как институт, мы для того и существуем, чтобы это понятие веры не ускользнуло, не превратилось в ерунду. Но это вот как институт математики. Вот уберем в мире все институты математики, что останется с математикой? То же самое вера — это древнейший институт, консервативный, имеющий свои, как бы, такие сложнейшие представления, сложнейшие идеи. Рождество — это одна из... И свои традиции. Конечно. И поэтому удар по этим традициям, удар по вот этой действительности, он может резко поменять судьбу целой нации. Да. И такие удары стали происходить. Да. Вот смотрите, представители церкви как никогда часто стали говорить, что принимаются законы, с которыми они не согласны. Есть масса примеров. Последний из них — это когда была принята, проголосово-ратифицирована та самая Стамбульская конвенция. Из которой сегодня Стамбул смеха ради взял и вышел. Да, взял и вышел. Такой троллинг высокий. Вот так происходит. Это правда. Но вообще, насколько это для государства, сейчас скажу, для нас, для людей, вот это опасно, что происходят вот такие вещи сейчас? Рядовой обыватель смотрит на жизнь всегда с точки зрения приложения этого к себе. Трогает меня, это не трогает. Бьет по моему кошельку, не бьет. Мы же, как институт древний, знающий ситуацию, какими путями она может пойти из-за буквы, мы бьем тревогу. Церковь там на протяжении долгих времен сотрясали бесконечные споры, крики, вопли. Были соборы вселенские, которые собирались как громоотводы. Они собирались не потому, что все хорошо было, а наоборот. Потому что нас сотрясали такие внутренние споры, что вот если мы не разрядим их, то может просто произойти, ну, по тем временам, мировая война. И поэтому мы, как церковь, знаем стоимость слов, мы знаем стоимость обещаний, и мы знаем целеполагание. То есть, Советский Иисус тем более научил нас читать между строчек. Мы умеем видеть в знаках, которые нам предлагает власть, которые нам предлагает текущий момент. Мы умеем увидеть, что будет дальше. И мы, как церковь, в этом смысле говорим о здоровье не только своей веры, а мы говорим о здоровых путях развития человека, даже не человечества. Вот апостол говорит, дурные сообщества развращают нравы. И ничто в мире не поменялось. Ничто. Когда нам предлагают принять грязные сообщества, обувь их в красивые слова, назвав это вместо педерастии, там, ЛГБТК, там весь алфавит. Когда нам предлагают сегодня открытый троллинг эти люди, понимаете? Когда там человек выставляет фотографию своей семьи, и вдруг идет... Никто-нибудь, я сейчас о генеральном примарии. И это троллинг высокого порядка, когда люди, которые сами ничего не создали, ни семьи, ни брака, а претендуют отобрать это у нас. И вот они троллят нас, говорят, а чего это вы пропагандируете какие-то свои традиционные ценности? И вот в самом этом вопросе звучит удивительный для меня такой парадокс. Если вы такие творческие, а мы знаем, что в этой сообществе, в этих людей, ну, как бы это творческие люди, там куча художников, поэтов, у них писателей, там, я не знаю, кинорежиссеров, почему вы претендуете на наше название? Ну, назовите свой брак как-то по-другому, гомосяк его назовите, я не знаю. Придумайте название какое-нибудь свое. И тогда у нас не будет трений. Придумайте название всем своим союзам. Мы же не против. Но мы не отдадим, потому что как только мы отдадим брак, вот начнется. От чего это вы выставляете? А кто вам сказал, претензии нам предъявляя, что то, что мы выставляем, касается вас? И вот в религиозной жизни много так. Говоря сегодня как раз о Рождестве, очень стоит об этом говорить, потому что Рождество было введено в мир, ну, волонтуристки церкови. Мы ведь не знаем ни дня рождения Христа, мы не знаем, собственно говоря, многих вещей, но мы назначаем этот день на главнейший языческий праздник. Это вот чувство церкви. Это был праздник равноденствия, солнцестояния, которое в древнем мире для человека, конечно, было чудо. Как это? Дни изменяются, время течет по-другому, что-то происходит. И, конечно, это солнце, не физическое, а солнце, как Бог, для них стояло в центре этого мира. И вот церковь волонтурист говорит, вот-вот наш Бог, вот это солнце, правда нашей, Ему поклоняемся. И мы поэтому очень сами, зная, как влияют идеи на ход истории, относимся с превеликой осторожностью, даже не осторожностью, а как бы мы поднимаем громко голос, потому что мы знаем, к чему все это ведет. То есть мы знаем, что будет следующим сагом, следующим, следующим, следующим. И сколько бы нас ни убеждали, историческая правда, она как бы, она свидетельствует об обратном. Это вот свидетельствует и времена современные. Я, например, для меня была загадка, как может целый народ сделать фашистским. Вот как? Вот мы смотрим этот опыт нашей детской памяти, война, немцы. И вот 9 мая вдруг они перестали все быть фашистами. Но как-то же они ими стали все. Что произошло? И история показывает нам наглядно, как это возможно. То есть мы это видим, мы наблюдаем. Поэтому за словами, пустыми, казалось бы, за словами политиков, идут вещи гораздо более страшные, чем просто слова. И это меня убивает в современных политиков, которые вот идейные люди, которые ради своей идеи готовы растоптать тысячелетний мир. Вот ему плевать, что тысячу лет было так. Вот ему главное, чтобы его идея восторжествовала. Вы полагаете, что это идейность? Вот самое ужасное в политике это идейность. Вот, как говорит Бродский, но ворюга мне милее, чем кровопийца. Ну вот действительно, это Рождество мы встречаем вот в такой вот период испытаний. Я сейчас говорю о том, что происходит на Украине, да, значит, война. Как нам вот нужно вести себя вот в такие периоды? Нам, православным христианам. Ведь, смотрите, кто-то говорит, что необходимо действовать, да, необходимо за свои идеалы. А политики говорят за идеи, как вы только что сейчас говорили. Но ведь мы с вами знаем, что еще христианство, оно проповедует и смирение, и кротость, если хотите. Это так, только вряд ли мы понимаем, что стоит за этими словами, слово смирение. У нас был спор однажды, очень такой интересный, у нас собралось много там священников, и мы пытались найти синоним в русском языке слову смирение. Нашли? Нашли. И он оказался страшным для меня. То есть мы думали, ну ведь смирение и забитость – это вещи разные. Христос был смиренным, но брал в руки плетку и выгонял торгующих с храма, оставаясь смиренным. То есть это означает, что смирение – это все, что угодно, кроме того, чтобы заставить меня совершить грех. Вот что такое смирение. То есть смирение – я готов все, кроме греха. Соответственно, синоним слова смирения будет мужество. Тогда еще важно, что такое грех. Грех? Да. В данной ситуации. Понятно. Но как бы мы не определяли сейчас грех, но в любом случае смирение будет – это мужественное противостояние, ну скажем так, всему неправильному, что считает моя совесть. И вот смотрите, как мы говорим о поведении в этот момент. На самом деле ничего сложного в этом нет. Все все понимаем. Вот представьте себе, что в нашей семье это произошло. Разделение. Вот у меня равное или неравное количество семи разделилось. Эти за белых, эти за красных. Что мы будем делать? У нас есть всегда два пути. То есть в моем сердце есть весы. Вот что мне сейчас важно – сохранить мир или бомбануть эту ситуацию до конца? И я принимаю решение, вот это и есть мое внутреннее решение, самое важное. Если мне дороже мир, мы провозглашаем, как говорит Windows, by default, по умолчанию. Мы не трогаем этого. Нам будет невозможно трудно жить. Но это и будет мое мужество. Я буду стоять в этом невозможном. Либо я могу транспарант в руки и попереть на баррикаду. То есть, грубо говоря, молчать, вот за что были обвинены, например, каналы, да, молчание. Вы помните, как Рабинович стоял на Красной площади с чистым листом бумаги? Когда его арестовали, говорит, что вы этим хотите сказать? Он говорит, а что, надо что-то говорить? То есть, и вот все ведь и так понятно. По сути говоря, это дорогое молчание. Оно важнейшее молчание, потому что оно, может быть, и не дает миру ответа в моем сердце. Потому что каждый у нас в сердце свое живет. Но для меня это дает возможность нам выжить в этом мире рядом. Либо я устраиваю бойню в своей семье. И я втаскиваю ее в страшный конфликт, который чем закончится? Очевидно, чем. Вот позиция государственных мужей, которые, заняв чью-то сторону, кричат, что мы нейтральны, мы не должны находиться на стороне зла. Кто вам дал судить эти стороны? Откуда ты гарантированно можешь знать, на какой стороне зло, на какое добро? Это во-первых. А у нас ведь все именно так. Каналы закрыты внесудебно. Наша жизнь подчинена действию людей, у которых просто в голове есть их идеи о мире. Как они его видят? Кто их назначил судьями? Кто их назначил судить правду и неправду? В каком-то смысле, вот это и есть евангельское предостережение. Истина – это Бог. Ты, человек, можешь жить относительно этой истины. Относительно в смысле любви, отношений. Любишь ли ты эту истину? Любишь ли ты эту правду? И тогда ты и в кошмаре, и в ужасе проживешь. И в концлагере выживешь. Здесь же, обвиняя одних, ты принимаешь сторону. Да. Это какое-то безумие. Вот я там читаю недавно, пишет один наш либеральный такой блогер. Он пишет, что ну как же так? Ну почему вот Пушкин, бедный, пострадал из-за банды Путина? Почему вот банду Путина вот и считают русским народом, и из-за нее сносят Пушкина? С другой стороны, я слушаю там ту сторону, которую сносит Пушкин, и я думаю, господи, а кто этой кучке идиотов сказал, что они и есть мнение там того большинства, которые считают, что Пушкина надо снести? Вот где корень войны, корень войны во мне лежит. Поэтому ситуация элементарна и невозможно проста. Либо ты участвуешь, либо ты не участвуешь. Вот недействие — это тоже может быть добро. Но вообще вот к этой войне, как вот некоторые говорят, что нужно относиться к этому как к испытанию крепости нашей веры. Ведь мы же понимаем, да, что о церкви ждут, и не просто ждут, а еще предпринимают в последнее время определенные шаги. Да, вот как к этому нужно? Это правда вообще? Это очень сложно, хотя в то же время все очень очевидно. Церковь — это большое поле людей. Как Господь сказал, что потом мы все это сожнем, как бы комбайном большим, и я буду сорняки выкидывать, и я буду оттуда зерно доставать. Церковь — это огромный мир людей с тысячами идей. Вот столкновение сейчас вообще происходит среди двух православных народов. Основное видимое столкновение происходит именно так. И как бы с той стороны матери молятся, и с этой стороны матери молятся. И эти мальчики идут в бой с верой, что Бог их сохранит. И те мальчики идут с такой же самой верой. И в этом противостоянии трудность и беда церкви в том, что и это мои чадо, и это мои чадо. Они самостоятельны. Они совершенно сознательны. Их невозможно увещевать словом церкви. К сожалению, церковь может в своем слове сделать как бы видимость того, что она на чью-то сторону влезла. Я не вижу здесь сторон. Вот для меня ужас как раз в том, что вот в мой храм сейчас конкретно ходят беженцы, очень много там с Украины, которые очень по-разному настроены к этому конфликту. В том числе, что меня тоже постоянно удивляет. Что вот они из одной беды, но это кардинально разные взгляды иногда. Иногда оттеночные, но есть просто космос. Прихожане русского храма, которые живут в своей ситуации, разумеется, по-разному это видно отсюда, видно из Москвы. Например, здесь мы имели аналог этого конфликта. У нас было Приднестровье свое. И, соответственно, мы понимаем и корни таких конфликтов, мы понимаем и желание конфликтующих сторон. Вот многие прекрасно понимают, вроде бы простая калька, но был бы второй государственный язык на момент Приднестровской войны государственным. Случилась бы эта война. Сложно сказать. Сложно. Но как минимум мы понимаем конфликтологию, прожив ее. И поэтому верить просто так словам политиков мы уже не готовы. Нас столько раз обманули за эти времена, что у нас возник вот этот политический нигилизм в сердце. Никто мне не сказал, что эта власть или предыдущая или какая-нибудь следующая обладает правом определять эту правду. Она для меня моя, вымученная. И я молчу о ней не потому, что мне страшно о ней говорить. Пока не сильно страшно. Но как бы в первую очередь я молчу потому, что я пытаюсь сохранить, насколько это возможно, мир между действительно людьми, понимающими по-разному эти обстоятельства. Мне кажется, что такое постоянное мучительное положение церкви. Это у церкви как у кого-то таинственного механизма. Потому что внутри церкви все по-разному. Кто-то ждет линию фронта действительно, куда она, в какую сторону. И так может быть вполне. А кто-то прямо говорит, нас не устраивает подчинение российскому патриархату. Ведь сегодня раздаются голоса этих людей, и они все громче и громче. Давайте скажем честно. Да, но ведь мы понимаем, зачем эти голоса звучат. Это очень простые шаги, которые на самом деле звучат от людей, которые в принципе далеко сами не христиане. То есть люди, которые находятся внутри церкви, они совершенно по-другому видят мир. Вот эти скандалы, что патриарх, Кирилл благословляют войну. Моя жизнь от этого патриарха не зависит никак. То есть это старый человек, который живет в Москве, он висит там на гербе нашей митрополии. Но мой митрополит молдавский. Это человек, которому я напрямую отдал свое послушание. Мы живем в этой действительности. Как видите, мы свободно с вами об этом говорим. У нас нет закрытых тем. То есть мы можем обсуждать что угодно в рамках просто человеческого приличия, чтобы никого не обидеть, никого не поранить. Но мы свободны в этом смысле. У нас нет запрета, мне не приходит инструкция, как мне жить, что мне говорить людям. Я живу по своей священнической, православной, христианской совести. И к этому, в общем-то, призываю всех остальных других людей. Вы можете призывать к этому, но мы видим примеры, мы видим, как происходит на Украине. Да. Так у нас, это же сценарий один и тот же. Вот. И он во всем мире одинаков. Он во всем мире одинаков. Если я хочу оторвать вас от вашей семьи, ну просто. Вот элементарно. Что мне нужно сделать? Во-первых, мне надо вас поссорить со всеми домашними. Потом мне вам надо придумать какой-нибудь генетический анализ и показать, что посмотрите, бабка ваша с водолазом согрешила. Может быть, вообще не ту линию вы любите в своей семье. Потом мне надо разобраться, на каком языке вы говорите. Может быть, на разных языках давайте заговорим. То есть вера, как это на Украине было, вера, мова и армия – это три источника дохода Петра Порошенко. Ну как бы, как шутили в украинском народе. Кто сказал, что у нас-то по-другому? Ну вот тогда спрошу прямо вас, насколько это опасно для нашей Молдавской Церкви? Вот такие раздающиеся на сегодняшний день оценки. Ведь опять стали говорить об автокефалии и много других вещей. Если вы говорите, что это сценарий Украины, то тогда меня не радует то, что может произойти в лоне нашей Молдавской Церкви. Получается, все это слишком опасно? Это опасно. Мы виноваты тем, что мы проголосовали за власть, кто мог предположить, что они пойдут другим путем. Ну это было очевидно. То есть для меня, во всяком случае, это было просто и внятно. Ну это вам было очевидно. А ведь есть люди, которые тогда голосовали, а сейчас жалеют. Говорят, что им было совсем неочевидно. Кто-то жалеет, кто-то говорит, браво, моются. Но вопрос, вот как бы моего сердца определенно. Я и в те выборы, то есть совершенно четко и твердо говорил, христианин не может голосовать за антихристианских людей. Ну это просто. Но я как христианин не могу голосовать за тех, кто предлагает антихристианскую жизнь. Это просто для меня вот как вопрос. Тут только определяет моя вера, что есть правда, что неправда, что грех, что не грех. Вот моя вера решает эту ситуацию. А как же люди тогда должны были разобраться, что это антихристианская жизнь? Потому что то, что говорилось до того, как, ведь там не было никаких громких и резких заявлений, извините. Все было по-другому. Не было, но были плоды. Мы видели, с кем солидаризируется президент, с кем он идет на парады. С ветеранами? Нет. Она идет со всем, с другим населением. И с послом Соединенных Штатов и главе. Мы видели, куда отдану ее сердце. Мы видели стамбульские. Мы видели все, что угодно. То есть мы видели все предрасположение. Кроме того, мы понимаем, как действует в современном мире либеральная власть. Это некий оттенок, которого они все одного сапога пара. Их воспитывают так. Это выкормыши. Это люди созданные, технологически созданные. Это как бы технология, которая вот открыта и понятна. Другой вопрос, что понятно, что люди и ошибаются, и заблуждаются. В большей степени, вот как я уже говорил, это такой правовой нигилизм. Никто ни во что не верит. То есть все наши власти в чем-то надорвали какую-то правду жизни. Вот и люди надломили это самое главное ощущение. И мы видим самый главный бедственный козырь нашей демократии. Это деньги. То есть сегодня демократия это просто власть богачей. Чем у тебя больше денег, тем у тебя больше этой власти. И почему наша власть вот так действует сегодня спокойно и безапельционно? Потому что у нее есть поддержка, у нее есть крыша. Эта крыша всегда поддержит, скажет молодцы, молодцы, вперед, 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 вперед. И они не боятся никакого противостояния своего народа. Я вот честно вам скажу, я не знаю, как можно сегодня, вот в нашем обществе, конкретно молдавском, сдвигать вот эту неправду. Ну, я не понимаю. Тут тысячи митингов, выходят люди, и просто хамские сверху тебе говорят, это все там, Путин вас проплатил, Путин вас устроил. Если мне там следом куча народу депутатов, говорит, вы там КГБ, КГБшная церковь. Я говорю, во-первых, все КГБшные попы уже умерли. То есть, во-первых. То есть, во-вторых, что я могу этому КГБ рассказать? Что мне сегодня рассказал на исповеди Баба Мария, понимаешь? Что я могу ему рассказать? А что я могу ему поведать? Но в то же время их работа с церковью будет в том числе всегда именно потому, что любой источник, который может вдумчиво говорить о делах тьмы, конечно же, должен быть уничтожен. Это просто и внят. И чем либеральнее власть, тем жестче они верят, что они обладают истиной. И тем жестче это превращается в фашизм. Это в чистой воды угрожающая власть. Мы закроем все, что против нас. Мы закроем все, что не так, как мы, не так, как я. И это называется либеральность. На чем это все базируется? Это все базируется на том, чтобы у людей воспитать и вызвать для начала ненависть. Вот я хочу особо поговорить сейчас, вот в канун Рождества, все равно. Я хочу поговорить о том, почему так много ненависти стало на сегодняшний день. И как вообще этому можно противостоять. Потому что никогда, мне кажется, один человек не был настолько зол и ненавидел иногда другого человека. Собственно говоря, вообще ни за что. Вот вы сейчас сказали о том, о чем я все время думаю действительно сейчас. Смотрите, какой есть потрясающий советский анекдот, когда Рабиновича побили в одесской маршрутке. И вот суд народный выясняет отношения. Рабинович, что случилось? Он говорит, ну я захожу в маршрутку, перед ним стоит военный. Он посмотрел на часы один раз, другой, потом как даст мне по морде. И вся маршрутка пошла меня бить следом. Ну судья к военному. Товарищ военный, ну как это, что это? Он говорит, да понимаете, все не так было. Этот вот зашел человек, понимаешь, наступил мне на ногу. Я смотрю, думаю, минуту буду терпеть. Ну смотрю, минута прошла, я ему бах по морде. Ну судья тогда ко всем людям. А вы чего там включились? Он говорит, как, товарищ судья? Военный посмотрел один раз, другой раз, мы подумали, началось. Понимаете, ненависть такая штука, что ее очень легко легализовать. Если власть даст отмашку на эту ненависть, кто нам запретит? В любом мире, в любой точке жизни есть 5-7% националистов. Это стандартная история, да? Есть процентов, там, 10 хулиганов, громил там и так далее. Есть те, кто побоятся влезать в ситуацию. Технология очень проста. Революцию ведь делается не массово, а кучка людей. Маленькая кучечка, игрушечная. И вот ненависть легализуется такой же кучкой. Я читал материалы по Кишиневскому погрому. И вот когда следователи приходили в тюрьму и говорили с погромщиками, они были уверены, что царь распорядился, чтобы так и действовать. И вот здесь чудовищное отношение нашей власти именно к миру идей. Люди, они верят в свои идеи. И у них есть предельная цель, которую высказать, может быть, и нельзя. Открыто. Я не могу сказать открыто, что я вас ненавижу. Людей там определенной национальности, определенной культуры. Открыто сказать это не могу. Но я могу открыть шлюзы этой ненависти. Я могу это сделать очень просто и элегантно. И при этом я буду молодец и зайчик. Я даже буду иметь в своей депутатской среде, пожалуйста, людей вашего круга, философии, мыслей. И они будут на моей стороне. И они будут кричать всем, что это все нормально, друзья мои. Не слушайте провокаторов. Ненависть открыли сейчас. Ее открыла в первую очередь власть. И открыла именно потому, что обнажила свое настоящее лицо. Они хотят этого. Они хотят торжества своей идеи. И дальше они как большевики. До основания. А затем мы наш, мы новый мир построим. Ну смотрите, вы все время говорите, что наше общество меняется, власть меняется. Мы с вами поговорили о либерализме. Тогда закономерный вопрос. Должна была меняться и церковь. Раз меняются времена. Некоторые считают, что к сожалению, к великому сожалению, если и происходит, то крайне медленно. Что скажете? Дело в том, и да, и нет. Вот тут для меня, для самого есть вопросы, которые я для себя не решил до конца. Если бы мы были Ватиканом, к примеру, все было бы просто. У Ватикана, как у государства, есть повестка дня. И Ватикан обязан каждую неделю дать свое видение политической ситуации. Там, 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 там. Это некое отношение их к миру. В православной церкви не существует формы, когда митрополит должен, там, или патриарх выступать и давать оценку, там, высадки на Луне, там, я не знаю, посадки картошки на Марсе. У церкви своя повестка вечная, я бы вот так сказал. Но в чем мы должны меняться? В правда. Мы должны меняться в том, что современный человек – это совсем не то поле, которое было сто лет назад. Мы по-прежнему не умеем обращаться с людьми вне церкви. Вот это правда наша проблема. Одна из сложных проблем. Мы не умеем, мы не умеем хорошо насаждать, как бы, свою правду в силу, может быть, огромной слабости своей внутренней. Я не беру сейчас, там, вот, для меня это очень сложно, я могу об этом, там, часами говорить, но изменение церкви, оно не подвержено вот этому политическому кошмару. Церковь жила при всех, там, устоях, строях и обстоятельствах. Вот, мы не можем, как бы, встать на чью-то сторону. Конечно, это будет выглядеть для либерального мира изменением. Вот если мы возьмем и рукоположим завтра священника, там, педераста, вот это мы в глазах мира поменялись, вот мы молодцы. Если мы, там, я не знаю, какую-нибудь, там, вышиванку в храме повесим. Ну, можно меняться, не меняя эти устои, вы же не можете менять Писание, я о других сейчас вещах, как бы, наверное, больше говорю. Я понимаю, о чем вы говорите, но я думаю, еще плюс к этому, вот, некое расширение, что изменение церкви, оно должно заключаться всегда в одном, что слово о Христе должно становиться все время доступнее. Да. Попытаться говорить о нем тем языком, каким этот мир готов его слышать, как оно понимает. Церковь – это то место, где люди должны получать ответы на свои вопросы. Здесь я бесспорно соглашусь с огромным количеством критики, что мы не успеваем, а часто даже и не думаем об этом. Это связано тоже с разными обстоятельствами. То есть у всех консервативных институтов огромная инерция. То есть это очень сложно, потому что мы переживаем, ну, как бы вам объяснить, вот, допустим, есть институт. И если он скажет, давайте мы все старое выкинем, двинемся вперед, невозможный институт, вот, он должен хранить все. Да, православные ценности. Вот на этом у нас, как говорят, да, должно все зиждеться. Ну, понятно, что сейчас есть люди, которые нас к другим ценностям обращают. А насколько они крепки сегодня? Вот тогда спрошу я вас так. Ну, это вот, сам вопрос, что такое православные ценности, это очень непростой вопрос. Хух-хух-хух. Мы о нем можем легко говорить, но, по сути говоря, это элементарный вопрос человеческого, ну, вот, бытия на земле. То есть мы за семью, мы за то, чтобы в обществе была правда, чтобы эта правда там торжествовала, там, насколько это возможно, в судах, чтобы там воровство, коррупция. Ну, вот стандартные такие вот вещи, которые, собственно говоря, нет в мире людей, которые не скажут нам, что это что-то другое. У нас, вы знаете, как в том историческом случае, который на моей памяти, когда пир Котопиола наш известный, там, в какой-то из бесед, он там, в одно из, там, было такое собрание, я уже не помню, где это было. И вот он говорит, говорит, говорит о европейских ценностях, европейских ценностях. И вот кто-то спросил, скажите, пожалуйста, вы можете назвать мне одну европейскую ценность, которую у молдаван нет? И он запнулся. Ну, назовите, что у нас, воровать хорошо? Плохо. Что у нас там, издеваться над человеком хорошо? Плохо. Ну, кроме педерастей, вот кроме гомососудия, назовите мне эту ценность. То есть, когда мы говорим об устойчивых ценностях, мы говорим о концептуальном взгляде церкви на человека. То есть, что такое человек? Этот спор в мире, кажется, уже закончен, но он далеко не закончен. Потому что гомососудисты говорят, вот человек. Мы им говорим, нет, это не человек. А на основании чего мы говорим об этих вещах? Вот это и есть то, в чем я хотел бы видеть изменение церкви. Уметь быстро, вот вместе с этим миром, болеть его болезнями, страдать его страданиями. Тут мы толстошкурые, ничего не могу сказать. Это есть такая действительность. То есть, мы закрыты в своих стенах, нас научило и советское время, может быть, еще и раньше, и царское. И с трудом из этой шкурлупы мы выбираемся. Все-таки, видите, появляются проповедники разной направленности, разного звучания. Что-то происходит, но ждать от церкви, что она совершит какие-то резкие крены вправо или влево, скажем честно, нам не приходится. Я вам даже больше скажу, знаете, вот к Рождеству возвращаясь. Когда Христос родился, он не сказал ни одного хорошего слова своей церкви. Он их называл гробы крашеные, порождения ехидны. Он их называл страшными словами всех. Но добавлял, не живите, как они живут, но делайте, что они вам говорят. То есть вот это интересный такой вот факт, как раз к Рождеству возвращаясь. Если вернуться к Рождеству, вот я процитирую апостола Павла. Давайте. Прекрасно. Вы должны облечься в броню праведности и припоясаться истиной, и обуть ноги в благовествовании мира. Игинь. Вот такая, вот как это нужно трактовать? Заметьте, что риторика военная. Броня, щит. Да, поэтому вот я и хотела, чтобы... Но благоствовать мир. То есть это вот интересно, что риторика военная, как раз используются как бы такие вот вещи. Дело в том, что мир, о котором говорит апостол Павел, ну даже в молдавском языке есть два слова мир, да? Там лумия и пачи. Мол, там в английском есть там peace и world. В русском языке одно слово. В русском языке одно слово, да. Одно слово, да. Да, оно раньше на письме отличалось, пока была эта йота с капочкой. Было ясно, о чем идет речь. Слово было миряне раньше. Да, да, да. То есть есть мир, как лумия, как я на весь крещеный мир приготовила бы пир. Мир, как люди. Есть мир, как антоним войны. Вот это интересное слово апостольское, благоствование мира, он говорит не о мире политическом, он говорит о мире Божьем. Он говорит о Христе, одно из имен Христа – это мир, Ирина. Вот храм Ирина, храм Святой Ирины в Константинополе, мало кто знает, что этот храм посвящен не женщине с именем Ирина, он посвящен Христу. В Христос есть мир Божий. То есть когда апостол говорит о благоствовании мира, он продолжает хранить военную риторику. Очень интересно. То есть будь как военный, но стой на страже своего сердца, чтобы вот этот мир Божий не упустить, не дать врагу этот мир Божий уничтожить. И христиане далеко не пацифисты. То есть мы понимаем необходимость государства, мы понимаем, что в негосударственности это будет банда, это будет безумие, это будет хаос. Мы понимаем, что государству нужны армии, границы, мы все это понимаем. То есть мы не сумасшедшие. Но в то же время мы молимся о том, чтобы эта сила и право на насилие, которым обладает только государство, чтобы они были обращены на все то, что Бог нам открыл о человеке. Когда же эта правда обращается совершенно на обратное, то это не спасает нас от войны. Все-таки Каин убивает Авеля. Убивает, потому что его сердце не смогло смириться с тем, что Бог его благословил, а меня нет. То есть от войны нас не спасает, по-хорошему говоря, не наша сила, не наша армия. От войны нас может спасти только жертва моего сердца. Когда я готов ради того, чтобы ты меня понимал и любил, когда я готов на это смирение, я готов мужественно претерпеть все, что угодно, только не заставляя меня грешить. Я готов потерпеть. Это правда жизни. Эта риторика апостола Павла, она открыта христианскому сердцу. Он говорит, что для того, чтобы... Зачем нужна броня веры? Чтобы не подломиться под этим миром, который тебе скажет, что... Не-не-нет, для того, чтобы был мир, давай у нас будет в обществе Стамбульское соглашение. Вот моя броня, где начинает работать. Говорю, стоп, ребята, нет, это не по Богу. Не готов и не буду. Чтобы был мир, тебе говорят, надо впустить в нашу жизнь вот такие и такие явления. И на это у меня есть меч в руке. То есть меч Слова Божьего, который говорит, а так нельзя. И только тогда мои ноги благовествуют мир. Вот как бы это... Это удивительно, красиво надо уметь это Писание читать. Оно иногда, как бы сказать, может стать источником страшных вещей, потому что мы из Писания можем каждого надергать то, что ему надо. Я вам могу найти тысячи цитат о войне. Которые, да. И тысячи цитат о мире. Вот поэтому вера — это и есть переработка всего этого внутри церковного сознания, благодаря церкви и с помощью ее, чтобы родить вот такую цивилизацию. Мы же родились такие, благодаря тому, что мы тысячу лет христианин, и больше того. Следующий мир, который приходит, он понимает, что христианство — это преграда на его пути. Это преграда конкретно, это броня, которую надо пробить. И апостол предупреждает, имей эту броню человек, не будет у тебя брони, ты беззащитен. Ты никто, тебя сметут. Вот в том числе гений политика. Увидеть, как эту броню не дать проломить целому миру, целому обществу, чью сторону выбрать, кто твой союзник, где твоя правда — это работа политикой. А временщики политики действуют по-другому. У них есть другие задачи. Так и в церкви. А церковь же не временщик. Мы как бы на долгое время. Понятно. Но, тем не менее, политики говорят, что они все время должны решать один и тот же вопрос. На основе чего они должны, вот эти группы людей, разобщенные с разными взглядами, они должны, хотя бы на какие-то периоды времени, они должны их как-то примерять, они должны их, я не знаю, там, между собой, да, вот, значит, как-то, я не знаю, там, собирать, да, чтобы вот, 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 что бы это могло быть? На основе чего люди могли бы сегодня примириться? Вы знаете, вообще, вот, то, что как раз видит мой глаз, говорит о том, что политики все эти годы пытаются разъединить людей. Самыми простыми способами. Ну, например, переименовать улицы. Ну, я, знаете как, они так пытаются, как тогда, когда выборы прошли. А вот, когда выборы впереди, они стараются, как вы говорите, я хороший и для вас. Смотрите, и для вас. Но если вас больше, я буду для вас больше хорош, если вас много. Если вас мало, я для вас буду не такой хороший. Вам больше плюшек. То есть, понимаете, вот, удивительная вещь, что там, у нас все разделительно, памятники разделительные, названия улиц разделительные, у нас разделительная история, которая по-разному придется в молдавских школах и в русских школах. У нас разделитель, это, как бы, феномен общества. Вся эта наша ситуация политическая, это попытка построить как раз общество вопреки чему-то. Или у нас хорошие времена сейчас, значит, раньше были плохие. Или у нас где все эти партии, всякие фурники там. Вы еще такой помните, это же начало века. Да, но это же все люди, которые вот... И вот если внимательный человек, простой человек, рядовой человек... Вот я с одной говорила бабушкой, это меня поразила и логика. Она говорит, ну вот с точки зрения моей человеческой, я же не хочу, чтобы ваши дети жили плохо. Не хочу. Вы же тоже, наверное, не хотите, чтобы мои дети жили плохо. Ну, как бы, это она говорит с точки зрения партийных восприятий ситуации. Почему же мы действуем так, чтобы плохо стало и вашим детям, и моим детям? Что мы преследуем? Какие цели? То есть на самом деле, вот как у Бродского секретаря, задние мысли сильнее передних. Это известная штука. Вот основа для примирения... Да. Это серьезнейшая вещь. Вот, допустим, там кто-то придумал в некогда основу права человека. Да. Вот мы придумали такую основу вот на грани этих веков. Но когда ее изобретали, эту правду человека и права его, никто не думал, что мир сможет говорить о гомосексуализме, как о допустимости, там. Более того, допустим, советские люди не участвовали в этом споре, что это такое. И сегодня, когда ты сталкиваешься вот с этой базой мира, это единственная база пока что, политическая, права человека, мы даже не понимаем, о чем идет речь. Потому что скажите мне сначала, что такое человек с вашей точки зрения. Тогда мы будем обсуждать его права и все остальное. То есть это не сработало. Я вообще вижу, что вот в сегодняшнем мире мы находимся на таком политическом изломе, кризисе, что все механизмы, которые были до сих пор, они на грани. Это что-то такое, что показало свою неустойчивость. Это теперь не работает. Новых идей пока не особо видно, но очевидно, что грядет что-то другое. То есть вот все понимаем, что мы уже внутри катастрофы, либо это будет действительно мировая война, которая положит конец всем нашим вопросам, либо все-таки вот этот мировой безумный шабаш и катастрофа помогут выработать нечто совершенно другое. Но я, честно говоря, сомневаюсь, потому что так застально я не вижу выхода из конфликта. Слишком две полярных идеи человека сегодня в мире ведут борьбу между собой. Это всегда чревато, конечно же, сумасшедшими вещами, изломами, войнами. Базис в Молдавии, казалось бы, для всех народов мог бы быть, это наша правда христианская, хотя бы сведить ее до уровня, пусть это будет светская какая-то правда, но чтобы она базировалась на традиционности, на том, что обществу приемлемо, на том, что понятно большинству людей, хотя бы так. То есть я не готов жить в мире, где самое маленькое меньшинство, которое вечно кричит себе, что мы тут самые маленькие, самые маленькие, но оно почему-то самое шумное. Оно самое шумное, ради него меняются законы, меняются отношения стран друг к другу. Понимаете, когда я под ударством себя понимаю, что я нахожусь, вот мне тут нужна броня, я на войне, меня атакуют, то есть мой мир атакует активно. И это чревато не только войнами, это чревато действительно мировыми пожарами, мы это видим. То есть все эти конфликты, они только, видимо, так просто. Вот кто-то, кому-то территорию, кому-то денег. Мир погиб когда-то, вот Бог навел этот потоп, ведь не Бог топил этот мир. Понимаете, точно так же, как понятно, что там, когда защищается монастырь, не монахи льют эту смолу на голову друг другу, там есть регулярная армия. Небеса на нас гневаются. То есть вот в каком-то смысле мир отвечает нам на наше безумие. Я не вижу вот в ближайшее время, при том политическом раскладе, который у нас в стране, я не вижу согласованности, потому что у нас сейчас у власти идейные люди. Это худшее, что только есть. Вот лучше пусть будет вор. С вором можно договориться. Вор действует в каком-то согласии там с чем-то. А вот идейному человеку ему плевать на этот мир, плевать на его традиции. Он уверен, что он знает правду, и ради этого он не остановится ни перед чем. Какой лидер сегодня нужен современной Молдове? Ведь все-таки от него, что бы кто ни говорил, зависит очень-очень много. Как вы полагаете? Я не буду сейчас говорить о пассионариях, которые нужны вот на изломе вот этих всех эпох. Но вот про лидера. Мне кажется, что очень просто все. Нужен человек, который хотя бы немножечко любил этот народ. Немножечко. Не надо сильно много. Все просто. Да. Причем любовь это не что-то, что я буду бегать за всем этим народом с букетом цветов. Любовь ведь выражена в Евангелии очень внятно и просто, что ты не желай другому того, чего ты не желаешь себе. Это простейшее правило. Оно золотое. Оно естественное. Но мы почему-то выбрали вот худший вид демократии, мы выбрали вот эту западную модель демократии как единственное почему-то возможное. Потому что так они и сказали, что это самая совершенная модель на сегодняшний день. Но ведь она не работает. У нас не сложилось никаких партий. Они не согласны так, что она не работает. Они как раз вот обращают в сторону Запада и говорят, вот там работает, мы хотим, чтобы работала как там. Там она не работает тоже давным-давно. Это некий миф. Но этого, да. Но в нашей ситуации, почему нас долго голосовали люди за коммунистов, за социалистов? Потому что для меня это хотя бы понятная концепция. А что такое партия ПАС? Что такое все эти партии, которых были десятки, сотни? Может быть, они хорошие. Но я же вижу, что они сменяются одна за другой, одна за другой. То есть нету, в Молдаве нет партийной действительности, когда люди в поколениях принадлежат какому-то политическому зрению, видению ситуации. И человек мечется не среди партий. И мы же понимаем, что партия — это список. Мы мечемся среди ситуаций, когда, посмотрю в лицо этому человеку, ну, может, хороший, может, новый. Ну, давайте, как на Украине, выбрали Зеленского. Давайте выберем вообще человека, который чистый, как бы, из другой ситуации. И что случилось? Все, что он обещал, все случилось задом-наперед. Поэтому мне кажется, что лидер, человек, который способен соповести, — это вот как князь. Князь не шел в конце колонны, он был впереди. Он рубился впереди своей армии. И это то самое сложное, конечно же. Вот это самое трудное, потому что здесь все и проверяется. Политическая жизнь, конечно же, построена гораздо сложнее. Там ты можешь клясться в любви, ты можешь что-то делать. Я хочу видеть каких-то людей, у которых будут плоды этой любви. У меня есть какие-то свои предпочтения в голове, у меня есть какое-то видение там ситуации. В то же время я понимаю всю вот эту сложность мира денег. Я понимаю крушение самой идеи вот этой демократии как иллюзии. Она свелась для меня один день в четыре года, когда я этот бюллетень бросаю. Вот и вся демократия, что я вижу. Дальше ничего не вижу. Что для нас в Молдове в наступившем году будет самым важным? Как вы полагаете, чего избегать, к чему стремиться, может быть, наоборот? Вот мне кажется, что мы изо всех сил должны преодолевать разделение в самих себе. Очень легко себя бросить на баррикады. Очень легко. Причем в чем-то это даже просто. Мое сердце готово реагировать. Знаете, я вот как, ну не скажем, что что-то, что плавает само по себе на воде, вот любая волна, она его колеблет. Вот там, я читаю там некоторых там людей, которые обрели еще значимые, стали там депутатами, еще что-то. Вот какое возмущение по этому поводу, какое возмущение по этому поводу. И ты понимаешь, что возмущаться легко. Вот волна, какую волну гонишь ты сам? То есть вот главный вопрос. Что, что твое сердце излучает? Реагирует нелегко. Я вот сижу на стуле, ах, какие все сволочи, ах, какие люди, ах, вот, ах, ах, ах. Попытаться, вот христианская правда, вот это Рождество, оно показало нам удивительную вещь. Вот Христос родился, он сразу никому не был нужен. Вот это очень важно понимать. Как и наше мнение, да, как и наши переживания. Я многое не могу в мире поменять. Вот родился Бог, ну мог бы там устроить уж такое рождение. Нет. Он родился, никому места не нашлось. В хлеву родился там. Более того, его надо было защищать, куда-то с ним бежать от этого ирода. Там, ну, безумие какое-то вот вокруг творится. Как у Бродского стихотворения, что бабы пьют, там, бабы, там, как у него там, секретарь, помню, механизм такого Рождества. Он говорит, в общем, сейчас не буду сбиваться в голове. Но это вечный механизм Рождества, он такой. Бог никому не нужен, твоя правда никому не нужна. Но Христос преподал пример. Служение. То есть служи своему, начни с своего мира семейного. Добивайся, чтобы не было разделений там. Добивайся, чтобы твое сердце там не воевало. То есть мы должны как алкоголики, знаете, вот не перепутать в жизни, что я могу сделать и что я не могу сделать. Но там, где я могу требовать себя, где я не могу, не возмущаться и не болтыхаться. Это проще всего открыть эти каналы ненависти и сказать, я знаю, кто виноват, сейчас мы пойдем, как в той маршрутке, понимаешь, и начистим кому-то рыло. Вот я думаю, что это задача всей жизни христианина. Уметь контролировать свою мысль, понимать, откуда она дует. Не каждой мысли верить, не каждому чувству. Вот как в фильме «Револьвер», не каждая мысль наша. Помыслы, они странные. Попытаться с этими помыслами разобраться. Да, понимать. Ну и, конечно же, ваше рождественское напутствие. Это последнее, да? Ну вот смотрите, как бы. Не вопрос, а предложение. Главное, что сказали ангелы, когда родился Христос. Они сказали, слава Вышне к Богу, на земле мир, в человеках благоволение. И вот мы во веки веков ждем это. Мы хотим мира, чтобы он был и небесный, чтобы у меня с небом было согласовано мое сердце. Чтобы я жил не во вражде с Богом, а чтобы эта его правда во мне жила. Я жду, чтобы и на земле этот мир был среди людей. И благоволение, то есть благая воля, добрая воля наша друг о друге. Да уж. Вот, Господи помилуй, христианское пожелание мое одно, что услышать, что главный призыв Евангелия — иметь в сердце добрый помысл. Не позволять себе злого помысл. Искать всегда в своем помысли, обращенном и к небу, и к человеку, изначальное добро. Не верить тому злу, которое часто в нас говорит. А если и верить, то смотреть на поступок. Как говорит замечательная православная книга «Добротолюбие», как она учит отличать осуждение от суждения. Если я говорю о поступке, я говорю, ну, например, там, отец Виталий поступает плохо. То есть он поступил как подлец. Имею право. Я поступки вижу, я их сужу и смотрю на них. Но сказать, что отец Виталий подлец, у меня права нет. Потому что поступок — это не весь отец Виталий. Сразу добрый помысл отделять, даже во власти нашей отделять подлость поступка человека от самого человека. То есть, грубо говоря, научиться самим какую-то волну из сердца пускать. Это волну добра по отношению к ближнему. Не искать сразу вражды и опасности. А изо всех сил постараться, Господи, вот зачем-то эта встреча происходит, помоги мне какое-то добро. И тогда мы поверим друг другу. Потому что реально, вот как сказала эта женщина, мы не хотим друг другу зла. Я не хочу зла никому на земле, ничьим детям. И надеюсь, что они этого не хотят. Я благодарю вас за эту беседу. Время наше вышло. Конечно же, поздравляю всех наших телезрителей с Рождеством Христовым. И хочу пожелать нам всем мира, счастья и добра. Спасибо вам, что пришли. Помоги нам Бог. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова